В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопросы и ответы. Отчёт главы администрации по итогам деятельности за 2018 год на заседании Градской думы. Безопасность на боевой службе и в быту. В Росгвардии начался летний период обучения. Лучший друг человека. 2 июля отмечается Международный день собак. Далее расскажем во всём подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце прошлого года была обустроена детская площадка в парке, однако не все довольны качеством выполненных работ. Сейчас проваливается подложка резиновая в этом комплексе. То есть, с чем это связано, люди делают вывод, что это некачественное выполнение работы. Всё, что сделано плохо, в дополнение к тому, что вы сказали, там работу по восстановлению резинового покрытия, подсыпки песка мы проварили 31 мая и смотрим, как сейчас там будет проседать. Если эта технология, вот такого слоёного пирога, нас не устроит, будем заставлять подрядчика переделывать. После обсуждения участия Сарова в национальных проектах, судьбе ТАССР, обустройстве пустыря, прозвучали и вопросы, касающиеся деятельности самого главы администрации, который занимает свой пост уже 4 года. Были ли вы когда-либо трудоустроены в коммерческой организации? Если да, то в какой, пожалуйста? Ну давайте так, я могу вам в письменном виде написать. Дело в том, что у нас по Конституции, 37-я статья Конституции, позволяет каждому гражданину реализовывать свои возможности. Это первое. Второе. У главы администрации есть запреты профессиональные, чем ему нельзя заниматься. Написано, что совершенно чётко, кроме научной, педагогической и иной творческой деятельности. Поэтому всё в рамках законодательства, что положено, дозволено, то и можно делать. В своём докладе Алексей Голубев говорил в том числе о поддержке предпринимательства и действующем статусе ТАССР. Однако на сегодняшний день резидентов считанное количество, и не все саровские бизнесмены могут воспользоваться этим инструментом. Предприниматели говорили о более конкретных проблемах. В том числе речь шла об имущественных спорах. Обсуждался вопрос с выселением социального магазина и здания ОБЦ, которое принадлежит центру внешкольной работы. Там был ремонт здания, значит, на втором этаже. Там нас завалили мусором, отключили нам отопление. Вы, да, мы к вам пришли, вы поддержали все нарушения, которые там были. Вы, значит, признали, подписали письмо, дали добро. Да, работайте, никто вас не тронет. Значит, буквально через два месяца вы перевернулись полностью. Мы получили письмо с требованием освободить помещение. Просто так, освободить помещение. Неправда со стороны ЦВР была в том, что вам отключали батареи, что когда вели ремонт, вам затрудняли проход. И вот это я дал поручение сделать. Правильно? Правильно. Соответственно, с этим работа была проведена. С тем, чтобы у вас там не было этот шум, гап, тарарарам, все остальное. Но у вас были свои обязательства, которые вы не выполняли. У арендной плате у вас были задолженности. Поэтому давайте так вот. Есть отношение с ЦВРом, вы решаете с ЦВРом. Также речь шла о плановых медицинских осмотрах работников муниципальных предприятий и образовательных организаций. Большинство из них проходили осмотр в коммерческом медицинском учреждении. По крайней мере, так было до 2018 года. Каждый из директоров школ получил очень льготные коммерческие предложения и цены на медосмотры. Но в директорах тоже, с другой стороны, получили указания о том, чтобы не проходить ни под каким предлогом медицинские осмотры в Академии здоровья. Школы, детские сады прошли эти медосмотры в 2018 году. И сейчас часть проходит в 2019 году по завышенным ценам. Руководство клиники сделало запросы в прокуратуру и счетную палату Нижегородской области. Город никак не среагировал. Только после того, как сюда вмешалась область, школы активизировали свою работу в плане прохождения медицинских осмотров. Директора школ, они поняли, что... Но, к сожалению, они не могут открыто сказать, что произошло, кто им сказал. После этого часть учреждения пошли на проведение электронных торгов. На электронную площадку в 2019 году было подано всего лишь 13 заявок. Значит, Академия здоровья поучаствовала, успела поучаствовать, к сожалению, без этих 13, 6. Этот торгет предусматривает снижение начальной цены. Так вот, только по 6 школам, благодаря участию той же Академии здоровья, значит, было сэкономлено на 6. 160 тысяч рублей. Как только появляется целевое использование бюджетных средств, возникает сразу вопрос, либо административное, либо уголовное. Поэтому, когда вот здесь говорят про уголовку, еще про что-то, тщательно подбирайте слова, взвешивайте их, что вы сказали, да, ссылайтесь на документы, где это записано, в противном случае, просто получайте голосовое обвинение. Свой вопрос озвучил и Андрей Гришин, предприниматель, чья компания осуществляла вырубку леса при реконструкции улицы Харитона. Ранее мы рассказывали о том, что в результате этого контракта компания разорилась. Бизнесмен понес ущерб и теперь пытается разобраться с помощью органов правопорядка. Андрей Гришин также подавал документы на замещение должности директора асфальтного завода. Заявился и 11 марта конкурсная комиссия принимала все документы и выслушивала кандидатов. Шести человек, как бы моя дезиндатура была единственная, как бы вовремя подавала все документы и всем устроил мой проект по поводу модернизации и реконструкции завода. Когда мои документы отправили к вам, и я был единственной выигранной кандидатурой, выбранной, вы сказали, что мне передали так, я не буду утверждать, мне сказали, что лучше взять дворника с улицы, чем Гришина. Это обосновано тем, что я якобы написал на администрацию заявление в прокуратуру, следственный комитет и в ОВВД. Собственник завода в данном случае, мы управляем этими активами, этими акциями, поэтому, знаете, все прошлые вопросы можете решать. Свои вопросы задавали и представители многодетных семей, которые пытаются добиться возвращения бесплатного питания в школы для своих детей. Однако пока решить этот вопрос не получается. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Департамент городского хозяйства сообщает, что с 3 по 10 июля на участке улицы Зернова, от пересечения с улицы Московской до пересечения с улицы Симашка будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим горожанам не рекомендуют оставлять личный автотранспорт возле поликлиники номер один. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В приемный губернатор и правительство региона пройдет горячая линия по теме водоснабжения населенных пунктов Нижегородской области. Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Нижегородской области. У саровчан есть возможность получить бесплатные путевки для детей. Как сообщили в Управлении социальной защиты населения, ребят готовы принять в областном санаторно-реабилитационном центре «Золотой колос». На смену, которая продлится с 25 сентября по 15 октября, ждут ребят в возрасте от 7 до 16 лет. По вопросам предоставления путевок необходимо обращаться в Управление соцзащиты по адресу Проспект Меры, дом 15. Также более подробную информацию можно получить по номеру 981-22. Центр поддержки предпринимательства приглашает всех желающих на бесплатный семинар генерации «Бизнес-идей». Он пройдет 4 июля в здании центра по адресу Проспект Октябрьский, дом 13. Начало в 10 часов. Гостей научат определять перспективы бизнес-идеи, пользоваться инструментами оценки выживаемости проекта на реальном рынке и искать свободные рыночные ниши. Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать по номеру 992-64. В Росгвардии начался летний период обучения. Первые занятия по соблюдению требований безопасности включают теоретическую и практическую части. Учебный период продлится до сентября. Завершится обучение сдачи зачетов по основным воинским дисциплинам. На строевом плацу Саровской дивизии стоит скорая помощь машины ГИБДД. Роли погибших и пострадавших манекены вместо крови – алая гуашь. Эта учебная площадка по соблюдению правил дорожного движения наглядно демонстрирует, что будет, если превысить скорость. Как отметил командир дивизии, за первые полугодия во всех воинских частях Росгвардии было травмировано большое количество военнослужащих. Есть и погибшие. Основную часть смертей по войскам страны составляют ДТП на личном транспорте. Учебное полугодие в Росгвардии по традиции начинается с комплексных занятий по требованиям безопасности. Главная цель таких занятий – снизить травматизм и гибель сотрудников Росгвардии. Для этого на территории Саровской дивизии оборудуются несколько тематических площадок, руководители которых рассказывают и внаслужащим о мерах безопасности на боевой службе и на отдыхе. Всего будет развернуто шесть учебных точек по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности и в быту, по выполнению требований безопасности на боевой службе, по выполнению хозяйственных работ. Какими инструментами можно проводить ремонтные работы, как вести себя в лесу и на речке, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. На боевой службе и занятиях военнослужащие также должны знать и строго соблюдать требования безопасности. Оказание первой медицинской помощи, обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами на учебных местах военнослужащим показывают, как нужно вести себя в той или иной ситуации, чтобы снизить риск травматизма. В этом году примечательна шестая учебная точка – это выполнение требований безопасности с такими специалистами, как кинологи, повара, техники, специалистами ТСО. На данной учебной точке специалисты будут заниматься уже по своему направлению деятельности. Занятия по требованию безопасности проводятся в течение четырех дней и охватывают военнослужащих всех категорий. Лучшие друзья человека и любимые члены семьи. 2 июля отмечается Международный день собак. Сегодня в мире проживают более 525 миллионов собак. Специалисты насчитывают порядка 400 пород наших четвероногих друзей. Собаки были одомашены более 30 тысяч лет назад и с тех пор остаются самыми верными компаньонами человека. Маленькие Русланы, активные жизнерадостные Николь, ровесники. Новый четвероногий друг появился в семье Ларисы Шаплыгиной, когда мальчику было всего два месяца. И с тех пор малышу собака не разлей вода. Вместе проводят время на свежем воздухе, играют и узнают этот большой и неизведанный мир. Щенка дворовой породы Лариса взяла из городского приемника для животных. Это все у нас происходило под Новый год, в канун 2016 года. И очень хотелось кого-то осчастливить, вот именно подарить счастье кому-то. Мы решили взять собаку из приюта, потому что экстерьер – это не главное, главная душа. Николь хорошо уживается с другими питомцами в квартире и не доставляет больших хлопот в быту. Она полноценный член семьи и отличный вариант для маленьких детей, считает Лариса. Общаясь с Николь, ее внук Руслан учатся ответственности и состраданию к ближнему. У меня даже язык не поворачивается называть ее собакой. Это душа моя. Ей можно все. Команду мы применяем только на улице ради ее безопасности. А дом – она полноценный член семьи. Вот, диванная собачка. Николь повезло. Три года назад ее домом были клетки и вольеры приемника для животных. Но благодаря неравнодушию людей она обрела семью. Сегодня в приемнике живут около 20 собак разного возраста, которые каждый день ждут, что за ними придет добрый и ответственный хозяин. Главное – понимать, для чего собака нужна, кому собаку вы берете, и сможете ли вы дальнейшем за ним ухаживать. Помимо того, чтобы кормить, их нужно выгуливать обязательно. То есть прогулки – это минимум 2-3 раза в день. А когда они маленькие – это до полугода, они постоянно ходят дома в туалет. Естественно, это проблема. То есть с этим нужно будет бороться. Это частые выгулы постоянные, кормление постоянное. Братьям нашим меньшим нужна забота и ласка не только по праздникам. Подарить свою любовь и стать настоящим другом для верного и отзывчивого питомца может каждый. Главное – помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Городской приемник для животных расположен по адресу улица Зернова, 24А. Более подробная информация по телефону – 6-12-10. О таком явлении, как неопознанные летающие объекты, ученые спорят на протяжении нескольких десятилетий. Исследователи считают появление НЛО свидетельством деятельности внеземных цивилизаций. Даже сформировались движения, которые ищут пришельцев и фиксируют факты их наблюдения. В честь объектов внеземного происхождения создан международный праздник – День НЛО. 72 года назад, 2 июля, в США впервые зафиксировали летающую тарелку. Поэтому именно в этот день празднуется Всемирный день уфолога. Его еще называют Днем НЛО. Верят ли в существование инопланетян жители нашего города? Давайте узнаем. Конкретно в НЛО, наверное, нет. Но что существует какие-то, наверное, высшие силы, возможно. Вообще-то они должны где-то быть, потому что жизнь многообразная, она должна быть на других планетах. И видели мы даже сигарообразные, зеленого цвета. Безусловно, они существуют. И другие цивилизации, и параллельные миры, и все на свете это есть. Почти не верю. Если вы все-таки встретите инопланетянина, что первое вы сделаете? Первым делом я поинтересуюсь, зачем они к нам вообще прилетели. По большой сути. Потому что есть очень много прекрасных анекдотов на тему разумности землян относительно инопланетных цивилизаций. Сначала бы поздоровался, потом бы пригласил себе пить чай. Есть ли жизнь на Марсе? Спросила бы. И вообще, есть ли какие-то частички жизни на других планетах? Тему НЛО для вас изучали Дарья Козина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!